Перед началом просмотра ролика вы можете подписаться на нашу группу ВКонтакте. Мемы, информационные посты, а также мы регулярно делимся аналитикой предстоящих матчей и их результатами. Подписывайся на нашу группу аналитика ошибок и будь в курсе самых интересных матчей по Доте. Ссылочка в описании. Всем привет друзья, сегодня на нашем выпуске Сумия. Приятного вам просмотра. Играет он на вот этом вот самом новом инлокере, который вышел буквально вот только-только недавно. Альтернативная личность. Ну и как тебе? Твое личное мнение? Забавно, не знаю. Забавно. Сферы прикольные, мне нравятся. Ты более похожий на лол какой-то себе. То Марс вышел, то инвокер. Сферы топовые. Личный герой мне возошел меньше, чем сферы, но сферы реально топовые. И они здесь за инвокером, получается, они не вокруг него летают, а просто за спиной. Мне что-то напоминает, не могу вспомнить, что. Лучше напишите в комментариях, как вам этот инвокер. Кстати, не очень удобно крипов столкать с этими сферами. Немного перекрывает вижен. Какого-то быстрее бьет этот инвокер. Может показаться. Ну и Сумея. Понятно, что Сумея недавно выходил, и, казалось бы, записывать его не стоит, но как можно проигнорить такого события в дочке, когда добавили просто новую персону. И вот он, дракончик. И многое ждали. Многие ждали этого момента. Вот дракон прям топовый. Дракон из сферы, а они реально охранительные. Согласен. В первое время, когда, кстати, вышел этот инвокер, не могли на него прокликивать. То есть, порой божила игра. И на миде, получается, ты стоял против героя, который тебя бьет, которого ты бить не можешь. То есть, теория этого инвокера можно было бы убить, только если ты кастуешь обилки по местности. Каким-нибудь фуком Пуджа, Джекки Роусом, Айспасом и Огнем. То есть, от руки бить его невозможно было. Но, Дота всегда нам преподносит такие вот сюрпризы. Пока что Лайнд неплохо, потому что Шторм Спирита, Шторм тоже покейсил вполне себе удачно. Вот и ледяные сферы. Вообще, топовые самые сферы, это, наверное, Векс. Они выглядят прям красиво. Вообще, надо было, наверное, рассказать вначале то, что это игрок, один из самых сильных на инвокере. У него больше 8000 матчей на этом герое, только на одном этом герое. Я думаю, что уже по десятку за все это время он играл. Да, тысяч 10 матчей точно есть, потому что у него много аккаунтов. И везде высокий левел инвокера. И сутками он играет на этом герое. Многие просто заходят и только начинают следить за просцены, и еще могут не знать таких игроков. Он реально топовый, ребят. Он со временем был под 50 на мейн-аккаунте. Много аккаунтов. Бустит, стримит на китайской платформе. Сумея вообще. Легенда инвокера. Это уже что-то на уровне Япхед СССР. Ну да. Старые топки. Так и Дэнди Пуш, Сумея, Инвокер. Вот когда ты говоришь Инвокер, у тебя ассоциации только с Сумеей. Больше, наверное. Когда говоришь, что я сейчас трава обман. И так далее. Да правда. Кстати, напишите в комментариях, с каким героем какой игрок у вас ассоциируется. Том Спирит, Самаил. Ну да, да, есть такое. Еще есть что-нибудь всегда? Ну Дэнди Пуш, это классика. Ну да, Дэнди Пуш. Кто еще у нас есть? Подумать. Даже так не скажу сразу. Сложно, да. Рубик и обзор, кстати говоря. Да, и Джей Шейкер. Тобсон Манкин. Все оставим. Да, ладно, оставим этот для вас. Какие варианты мы еще не назвали. Ну а мы продолжим смотреть за противостоянием Шторм Спирита против нового Инвокера. Я уверен, что против него даже как-то сложно стоять в центре. Ты не понимаешь, что за малыш бегает. Мне кажется, его реально даже прокликивается. Он такой маленький, он с ростом крипов. Так и есть. Он мне напоминает персонажа из игры по типу Скайрим. Лицо прям тоже. Тоже выражение лица. Ну ладно, может быть кто-то подскажет, напомнит в комментах. Того же он напоминает. Ну и по дефолту прокачка Суми и Экзарт в двойку. У меня стилистика почему-то очень сильно напоминает Гарри Поттера. Не знаю. Гарри Поттера? Угу. Типа в игре Гарри Поттера примерно такая же нарисовка была. Если ты когда-то про игру говоришь. Там вообще в целом сама идея. Экзарт берет в стройку и судя по всему на Next Level'е он уже... Ну что это за паджик такой? Не знаю. Да он хотел хукнуться для по всему, но там форш стоял перед инлокером, поэтому там было сложно. То есть и когда тут инлокер нажимает сферу, он пальцами щелкает. Экзарт поник. Реально. Я обратил внимание. Ну что, что-то что-то делает. Он там еще когда бегает, как-то крутится. Какие-то сальтухи мутят или что-то не знаю. Можно нажать, получается, внизу, где сферы. Слева у тебя иконка инвокера. И там у тебя человечек. На человечек если нажать, то можно посмотреть детально все его анимации атаки. Пальтухи крутят, действительно. Ну забавно придумали. Выход мид от Винтровверный. Кстати, Векса по-прежнему нет. Хотя под Вьяной, под ее первым с полом заберут. Но у нее первый с пол в кулдауне. Зачем он тогда тэпнулся? Ты вернулся в Орбов виновом. Такое видел? Нет. Ну вот теперь увидишь. Это чтобы максимальное количество замедлений было. То есть, чтобы морально задушить своего оппонента. Это чтобы дропнуть Орбов винов на пол и потроллить. Замедления много. А в первом с пола от ледушки плюс еще винов накладывается. Ну на рейнджах не так, конечно. Хорошо работает на рейндж-герорах. В милишниках. Ну, а вся же. Минус шторм. Должен быть. Да, хватило демаджа. Легенький, левенький фраг. 4-4 счетом. Паджик еще на топе умер. В принципе, боковые линии неплохо стоятся. Линию против Фурса выиграли. Что весьма странно. И морфинг имеет не самый плохой грибстат. Все, в принципе, у команды с вами и хорошо. Но пока что геймплей его ничем не отличается. Как всегда, он покупает себе базилку. В последнее время он зачастил с ней. И, кстати, цирклетка у него опять в инвентаре не загрешена лежит. На штурме сложно стоять против инлокера, умеющего играть. Вот. Когда он вкачивает как раз в эти вот три сферы. Через именно такой прокаст я буду постоянно убивать. Поэтому все, что ты можешь делать на штурме, это формить лес и мониторить ману инлокера. Если его цифра маны приближается к цифре 450, то ты не можешь выходить на мид. Если эта цифра меньше, то ты можешь стоять еще в миде. Ну и в расчет нужно брать, наверное, всякие мангусы, которые тоже в инвентаре есть, которые все время он может нажать. Да. Пришел почилить в дотку, но в тебя сумеет, и ты вынужден считать. К примеру, если у инвокера там примерно, не знаю, 200-250 ман, и тут вы можете смело стоять. Но не нужно всегда забывать о том, что к вам может прийти вверх, но в спинку выгодится. И будет больновато. Жалко, знаешь, что на этого инвокера, когда добавили ему личность персону, не подходят старые шмотки. То есть сет Darkarsity, по-моему, называется, либо плечи, они же не стакаются с этим сетом вообще. То есть просто новые слоты под нового инвокера. И это, знаешь, с чем связано? С тем, что Варьва хотят как можно больше бабок срубить с этой личности. То есть теория, они в кампиндос засунули личность. Прикольно, весело, как казалось бы, бесплатно, потому что доп-доп плюшка для вас, помимо сундуков и прочего. Но... Они хотят отдельные шмотки выпустить. Да, они же выпустят просто шмотки. Но с другой стороны, а кому не хочется новых шмоток на инвокера? Всем любителям инвокера хочется, наверное. Как бы тут балка о двух концах. И нашим, и вашим, получается, Варьва делают. Поэтому претензий к ним особых нет. Взяли бы еще Dota+, бесплатный. Вот это было бы хорошо. Паджик на миде пока что экспица. Кстати, по поводу противостояния шторма против инвокера. Ты сказал, что сложновато стоять. Но грамотный шторм, он же реально не будет стоять. Он же, во-первых, он легко постоит против инвокера, как мне кажется, первую часть времени, первую часть лайнапа. Да, в общем, да. И нокер не выгоняет. А в минуте на пятый, на четвертый, он вполне себе спокойно может уже идти леса, убить параллельно подстакивая себе. И оставить какого-нибудь из саппортов. Жирнючьему желательно саппорту. Вот, к примеру, Паджик какой-нибудь придет на мид, которого убить гораздо сложнее, чем того же шторма, у которого хп на 400 меньше. Ну, а что он пошел в Гангазь, вышел в Легион Командера, и, судя по всему, заберет. Отлично. Так это будет дабл кел. Вот тебе шторм. Реализация. Или не заберут? Нет, судя по всему, не заберут. Не хватило. Что там происходит? Я смотрю на карту. Потом давление жесткое. Давят. Забрали все-таки шторм. В итоге, да, дабл кел, дабл кел для урса. И мито связается, заменить, что не в рейнджовых крипов, не в лесных крипов. Потому что с их свой проблем у инвокера нет. Если были бы траблы прямо с опытом, то война. Да, но это иконка инвокера сверху. Посмотри, как она выделяется вообще из тематики дота. Ужасно, ужасно. Он напоминает мне этот инвокер, особенно наверху, какого-то бутуза. Знаешь, такой неприятный, маленький бутуз, который... Да, есть такое. Центральную башню сил тьмы атакует. Мерзковато. Немного какая-то личность преподнесли. Чего он ворды не разбивает? Возможно, что-то связанное с лором доты еще. Кстати, а ведь инвокер был SFM, шортфильм контест, когда делали миниатюры по доте. И одна из миниатюр, по-моему, на International предыдущей, либо на какой-то Эпицентр, не помню, на какой-то глобальный, короче, турнир. Была как раз таки школа магов, где инвокер был ребенком. Вот. И, по-моему, он был очень похож на этого инвокера. И, судя по всему, из-за этого фильма сделали какую-то персону. Надо будет посмотреть этот ролик. Быть может. Ну и выход в аганим. Очень ранние тайминги появляются инвокера. У него комфортный, в принципе, мид был. Я вот сейчас смотрю, и действительно он очень похож. Прям очень похож. Не настолько проработан, конечно, но что... Это все-таки шортфильм, но действительно похож. Ссылочку, кстати, можно прикрепить, может, в описании, для тех, кто... Если не забудем. Да, это часто бывает. Это первый этот шортфильм, это TI7, победитель конкурса роликов. Первое место. Я думаю, что найти смогут, я думаю, если мы забудем. Ну да. Будем смотреть за инвокера, магазин по дефолту, не загреженный ботинок. Кстати, раньше он грызил ПТ-шку, помнишь, времена были? Да, было время. Но тогда он играл чей без митосов, тогда он брал себе PowerTrix. Но тогда Аквилла была, он ее очень часто покупал. Там много факторов. Но цирклетка в инвентаре, она меня немножко весит. Ее покупаешь для статов, вначале для урона, но... Все равно. Ну, загрейдив норик. Тернушку пил в стике, базилку. Много таких айтемов расходных. Неплохо ты курс сейчас подразмял, на бойсе тоже сделали фраг, возможно, сейчас еще и Марфа убьют. Нет, Марфа не убьют, Марфа захилили. Возле инвокера урса фармит. Опа, вот и столкнулись. Здравствуйте, он его не видел до этого, я так понимаю. Ну и почти 13-й левел, почти на 13-й минуте. По экспериенцию все супер круто. По фарму все тоже очень круто. Четыре фрага все-таки дают о себе знать. Сейчас загоним, чем приобретет, и начнется экшен. Слушай, я только сейчас посмотрелся в эти сферы. Это не просто сфера эта, а сфера с глазиками. Ну да, да, там же вот типа глаза, рот. Экзор типа форж. У вас похоже больше на лягушку какую-то. Векс вообще непонятно, что это такое. Векс все-таки самая топовая сфера, очень красивая. И молнии просто от нее отскакивают. Да, сферы действительно круто сделали. Странно, что... Теперь уже выглядит очень странно, что у молодого инвокера сферы были красивее, чем у старого. Слушай, ага, на красных сферах даже глазики хорошо прорисовываются. Именно на самом инвокере. Да, да, тоже вижу сейчас. Круто. На фиолетовом это незаметно, но там волни в глаза бросаются. Ну это, ребятки, в основном обзор нового инвокера. Как вы уже поняли. Пока что он качается, мы можем посмотреть, что к чему. Приятно то, что все-таки форжа добавили. Который, кстати, имеет тоже свою своеобразную тычку. Не просто от нее, а каким-то таким... Своеобразным. Рисовка очень своеобразная. Это такая очень гладкая прессовка. Ну они классно, детально, конечно, сделали. Чем дальше идет время, тем круче графика становится. Графика в дате. Прорисовка лучше. Лучит странного. Сранного-то просто. Ну я гоним почти готов. Ну а можно ли по степу телевистики? Стики выкинул. Может пофармить. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-кач. Что он вообще не хочет этим. А стоп помог бы пойти снова на треугольник? Винтро-Виверна пошла. Может заколила, попросила оставить крипов? Возможно. Вполне вероятно, да. Есть. Посмотрим, с чего у нее. А, ну ей до концов как раз 200 голды не хватало. Да, так, наверное, и произошло. Балантируна никто не контролит. Пока что балантируна уже 5 секунд прошло. Шаман забрал первый. Винтро-Виверна. Не, нельзя так. Шампанс-балантируна нужно сразу контролить. Быть готовым ко всему. Огоним был бы на 15-м минуте. Он уже 400 голды накопил, но что-то не дают ему курицу взять. Она в боте летает. Реюзает. Ну и что? Вперед на Штурм Спирита. Или он хочет урсу убить? Ну что, убить будет сложновато. Это нужно будет, скорее всего, через Ice Wall играть. Да, по-другому не получится. Он просто убежит. Плюс колдснеп кастовать совершенно не хочется, потому что он ультой прямо сейчас. Я бы сбросил гол ультой. Почему он не сбросил? Иначе он на него бежит. Так, а ты па уже мог сделать. Он потратил вытро и колдснеп. А, возможно, тпшки нет? Нет, тпшки нет. Тогда понятно. Надо было ульту сжать и разрывать дистанцию между собой Ice Wall, а мы как-то убегать. Ну, вот туда бы метеорит залетел, бы сложно выжить. Сложно все-таки выжить. Погрячился, когда я сказал, что он, наверное, не убьет урсу. Приятный фраг. Жалко, что шуман пришел, этот фраг. Верхнюю базу. Тебя забрал. С экспириенс хавнул. Так, может быть, и не убили бы. Высточку забрал у инвокера. Главное, помогать. Вообще, дворды не нужно было тут дропать. Во-первых, катафалка. Во-вторых, форж. В-третьих, хэллоквити. И куча крипов. Да, можно было на вторую вышку сейчас поставить. Спокойно. Абсолютно спокойно. И просто стоять на дистанции с огневым инвокером. Мана немного, но ветрами торнадо. А ему, кстати, хватает, по-моему, на проказ уже. Так что, в любое количество летит на деф, он может умереть. Он сюда стоит в этой позиции и всегда выжидает какой-то килл. Дурака и утолкать на катафалку. Но и что с товаром уже плохо понят. Уже больше, чем плохо понят. Слушай, там сикер есть рядом с ним. Но он его просветил форжом. Блэдмэйл. Промониторил, там есть блэдмэйл. Теперь убить этого сикера будет проблематично. Опять через какую-то стенку только. Блэдмэйл. 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 А, ну, уродно. У него пока больше, чем у сикера просто. Ну да, он еще и класс подрубил. Идеально. И телепорт. Натикала мало. Идрвала. Отлично. Вообще прям идеально все. Он всегда лает хорошие тайминги. Просто когда ты играешь 8000 матчей на герой, ты всегда. Ты потом уже улучшаешь не... Нажатие клуб кнопок. А макро и я как раз таки тайминги. Он ловит идеальные тайминги. Да, вот уже стеночка. Ой, это было сильно. Там же хук уже летел. Микромомент. Он увидел, вот как дал торнадо. Спасибо. И тысячи голды уже. Он же только трюлла, вроде купил. Мне показалось. Да, он только купил трюлла. Он три фрага хабнул. Стрекила его. Нет, два килла. Два килла. А все равно откуда так много денег? Мидас, наверное, кликнул. Косарь. Без ниоткуда по. Опа. А структура. А какой смысл драться, дефать эту вышку? Вот таким вот образом, если урса дохлый. Зачем в деревне, что вы делаете, у вас улица нет, парни. Ну да, это что-то сейчас вообще какой-то фит был. Закрыли стикера. Он, наверное, еще шторм спирита поднял. Сетям на физах у него. Понимаю, отлично. Утимейт от Винтера Виверна. Идеальный тайминг. Максимально идеальный. Вот реально тайминги. Это самое то, что ты ловишь на логере. Причем тайминги даже вот такие вот под кого-то. Он уже, наверное, матчей 200-300 сыграл с Виверной. Матчей 200-300 сыграл с Нюксом. Да даже больше. Да. Ну это так просто. Если каждого героя брать в отдельности. Тем более Виверна, далеко не самые непикаемые герои. То есть их, в принципе, берут. Ну и Блэдмейл против контроля. Против Шторм Спирита и Блэдмейл. Хороший весьма айтем. Ну, в хлоретах закупиться, чтобы банально. Мана пассивно регенилась еще. Прямо. В позилке. То есть импоригена это, в принципе, неплохо. Ну, ты же постоянно спамишь тоже. И в этой игре он вообще не берет себе таланты. А вот один и взял. Он взял на 18-м и думал, почему он не берет на 18-м. Ведь ты должен сейчас взять на 18-м, на 19-м и на 20-м левеле. То есть на катаклизм все-таки он очень важен. Ну, он получается сейчас на 19-м возьмет. И Глазно ваше на 20-м и на 20-м. Идеально-идеально там играть на 1-м таланты на 18-м. Пофармить вместе с Сумей. Нажали тот же смог. Но враги все на боте. Не знаю, кто с Умей Легионг и Иши Дошуман. Есть Травелла. В принципе, у него. Да, они просто вышку, наверное, заберут. Ему просто пофармить БКБ-шпо. Хотя он может пофармить ее на вражеских героях. Говорит ли дуэль? Он счет их подождал перед тем, как бласт давать. Секунду взбил взбрил его. Побегай, идеально я герой ловил. Экстическое удовольствие. Можно, кстати, сейчас вполне себе тэпнуться на бот. Подраться на боте, если враги там. После этого, как бы, что заберет. Как же бы с Тайновакер пушит товара. Очень функциональный герой. Тэпнуться на бот, подраться. У Легионг Кедэли, к сожалению, нет. Оставьте фраг. Хорошо. БКБ-шка. А что с его деньгами? Я не понимаю, почему они... Он там же Форж, наверное, еще фармит. У него как-то не очень столько, что было 200 голды, 300 голды. Уже 1700. Ну, вот так вот растут. Он очень много. Ну, у него 11 килов и 0 смертей. Наверное, поэтому. Я к тому, что вот он убивает одного героя. А казалось бы, он убивает пятерых. Судя по деньгам. Ну, он в башню подкоресил. Форжи убили полторы пачки крипов. Сам пофармил Мидо, заюзал и деньг. Как вообще, истарикой. Слушай, а мне кажется... Мне показалось, или этот реплей не забаганный? Как ни странно. А тебе, судя по всему, не показалось? И, судя по всему, в Азии так не работает? Это получается только вот у нашей реплеи такие? Да. Этот баг, судя по всему, не на все регионы распространился. Хотя, может быть, с выходом... Да нет, нет. Не знаю. Не знаю. Возможно, не на все регионы. Возможно, нам просто попалась каточка такая. Пытается поймать Урса, но Урса, наверное, он улетел уже отсюда. Увидел, что он сюда направлялся. Но нет, не находят кого. Урса, там уже леса фармит. Боится. Страшно. Что ему еще делать? Он играет против толкового инвокера. Мидасик уже откатил. Еще денежка. Вот тебе уже и 1400. Катаклизм. Катаклизм апнул себе. Бедный шторм. Сколько у шторма хп? 1400. Ветра. Катаклизм. Бласт. Героя нет. Мы вообще хоть раз видели, чтобы Сумея не попадал под свой же торнадо самстрайком. По-моему, нет. Но такого не было. Оу, здесь был Vision. Как бы я успел лжать? Потому что FB-шка уже есть, да. Пустота идет. Или нет? Да, там куча сентрик. Я думаю, что они сейчас погонятся наоборот, потому что шторма нет маны. О, можно под ульт. Красиво. Слушай, а ведь действительно круто под ульт Winter Viver. Ведь этот ультимейт двух героев сразу контролит. Ну, можно впоймать. Даже и не только двух. Может всю команду впоймать. И там будут... Тут разрывы пуканов. Превосходит богов. Жаско. Увидел его на сбор с инвокера. Не, я на клеп-статах на сих пор отдыхаю. Там страшно. На 300. Шторма в X2 опережает. Да, всех почти. Я думаю, опережает. Если бы не сосил бы так много выше, то и у льенки с морфом не было бы так много на творце. Они в его команде в доминирующей позиции. Сейчас очень опасно. Шторм прилетел. Так нельзя прилетать. Можно там и остаться на этом месте. Торм решил взять себя вообще с его билдом. Покупайте БКБ сразу после Кая. Конечно, круто то, что его не смогут убить некоторое время. Если не через дуэль. Не знаю. БКБ-фы. У контроля, конечно, много против Шторма. Слишком много. Так это вообще не поможет. Так урод будешь нанесить. Никак. Монофол в 1000. Попал. Крысюк. Попал, но там Вижена не было. БКБ надо кастовать. БКБ. С руки всех затыкал. Идит паут. Подойти под Т4 надо было и тапаут жать. У Шторма вортекс в КД. Энвокер этого не знал. А, нет, не в КД показалось. Я готов снова возвращаться в драку на тревелах. Вот вам я бустер пешек. На Шторме также хороший этот артефакт, как и на Энвокере. Много магов. Просто все маги, которые постоянно расходуют. Нажимают кнопку, постоянно расходуются у Мана. Очень хороший вариант. На Лишек буду пытаться. Мы часто видимся на Лишеке, да. Зевс. Какой-нибудь БАК, может. В итоге МИД уже упал. Как врагам защищаться в этой ситуации пока что не особо понятно. Шторма не умеет играть против таких ранних агрессий. Мы уже все понимаем, что... Ой, хороший он, верно, умничка. И ты паут жать. И ты паут жать. Ага, хорошо. А успеете в этом посреди утра остался? Он инвизг остановил, но это было бессмысленно, потому что был сикер. Умничка, верно, действительно. Ворина оказалась. Нужное время в нужном месте. У него куда-то везем в холдауне. Нет, все имеется. Пару Калян и просто бежал. Он, видимо, его не увидел. Единственное, что он файт вернуться не может. Но в инвизи, в принципе, быстро добежит. Тревелайм из 513 месса. Три сферы векс. Коротыш бежит. Сейчас будет подрыв куканов. Не будет. Катался. Будет. Ну, снэп хорошо, а штурм не улетает. А у него мало не было вообще. Он бы, как отсюда, уже не улетел. Штурм улетает в next катку, в которой, надеюсь, он сыграет лучше. Хотя, кстати, с этими двумя фаржами на уме. Грех не бралит палант на фаржей. Спасибо, Ваша. Там озвучка еще забавная у этого инвокера. Тоже стоит на нее внимание обратить. Ну, то есть там озвучка вообще детским голосом. Я играю, например, в без этого вообще. Хотя у нас видосы на аналитике с озвучкой героев. Да. Да? Ты даже не замечал. Ну, они очень тихие, поэтому на них даже внимания не обращаешь. Понятно. Ну и это уже последние вздохи смотрим. Команда Dyer. Шансов у них крайне мало. Ну, там он Линкенсферу покупает себе. Я думал, что на последние деньги купит рефрешер себе, и мы посмотрим финальный прокаст. Никаких рефрешеров. На победку только. Он просто не... Он, наверное, просто хочет эту игру выиграть без смертей. Вот. Линкенсфера поможет ему в этом. Ну, что финальная драка? Если в пользу Сумея, то она точно финальная. Линкенсфер пытался, пытался, но не пошло. А там уже все лес формируются. Не знаю, шансы, по-моему, вообще. Заломнили. Тут же концовочка. Они же не знают. У них врагов вообще не видят на карте. Нет информации о том, что они... Не дефают. Урс нету здесь. Сикер в таверне. Шторм на линии. Кстати, Эмлокер летит на шторма. Но шторм, честно, наверное, уйдет. Или он... Или пойдет дальше. И вроде вот ходят. Ах, не успел. На секундочку бы раньше. И четко бы феймал его. Мега-крипы. И, судя по всему, ГГ. Жалко 25-ый, не одну. Торнадо можно было бы раскидывать. Или с бластом. Какая-нибудь комбинация. Красиво. В общем-то, пишите в комментариях, как вам такой инвокер. Что-то, если он того. Можете дать ему оценку по 10 балочке. Мы сейчас говорим именно про модельку саму. Про модельку, конечно. Сумеется, это 10 из 10. А моделька, ну, по мне, 8, наверное. Решите ваше мнение. Зашло, не зашло. Всем пока.